Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре запретят по ночам ездить по Фрунзенскому мосту. Перекрывать движения начнут с сегодняшнего дня с 9 вечера до 6 утра. Такие меры продлятся вплоть до 20 марта. Это связано с началом нового этапа строительства моста. Сейчас специалисты занимаются подготовительными работами, после чего приступят к возведению ливневой канализации и сооружению новых дорожных развязок. Когда их можно будет опробовать, знает наш корреспондент Анатолий Головко. В Самаре начали возводить путепровод на пересечении Утёвской и Уральской. Этот участок дороги позволит водителям беспрепятственно выезжать с Новакуйбышевского шоссе на улицу Шоссейную. Двухполосный путепровод будет работать в одном направлении – на въезд в город. Подрядчик занимается подготовительными работами. Сейчас производится выбор непригодного грунта, после чего будет производиться отсыпка грунта, уже пригодного под проектную отметку, после чего будет устройство фундаментов подпорных стен. По словам водителей, в будущем путепровод поможет разгрузить движение в Куйбышевском районе Самары, в том числе на Кряжском шоссе и Пугачевском тракте. Каждый день с утра работаю, вечером с работы. Вот именно в час пик здесь пробки. Дорога узкая, то есть машин много. Ну сейчас вот как построить, наверное, дорогу – все разгрузят. Да, на Фрунзенском стало хорошо ездить, теперь нужно и дальше продолжать строить дороги. Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами и на Пугачевском тракте. Здесь должны построить дорогу. Производится устройство ливневой канализации, валка леса. Здесь будет дублер сразу с заездом на улицу Грозенскую. И получается по Пугачевскому тракту будет прямая эстакада над Пугачевским трактом. Строительство второго этапа Фрунзенского моста стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Общая стоимость строительства составляет 5,5 миллиардов рублей. Подрядчик должен справиться с работой до осени 2022 года. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Уютный сквер с фонтанами и газонами вместо рынка. С проектом благоустройства территории на пересечении Авроры и Аэродромной глава Самары Елена Лапушкина познакомилась во время объезда Советского района. Какие еще дворы преобразят на этой территории, расскажет Андрей Горгуленко. Двор дома номер 113 по улице Гагарина ждет по-настоящему светлое будущее. Его приведут в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Здесь появится детская спортивная площадка, парковочные места, отремонтируют проезды и установят долгожданное освещение. Вот в этом плане мы хотели спросить, потому что мы, когда составляли проект вот этой территории, мы хотели бы видеть вот хотя бы вот здесь вот мачт освещения для того, чтобы внутриквартальный проезд осветить. Потому что первая мачта, она, наверное, вон там находится, информаторная подстранство. С проектами дворов и территорий, которые будут преображать этим летом, глава Самары Елена Лапушкина познакомилась во время объезда Советского района. Также мэр побывала во дворах, жители которых присылали свои обращения. Так, здесь, на Запорожской, жалуются на некачественный бордюр. Летом во дворе будут делать дополнительные парковочные места. И Елена Лапушкина поручила заменить поврежденные участки бортового камня. Качество бордюр тоже надо посмотреть. Все равно вам сюда заходить с парковочными карманами, может быть, замените бордюр, если он некачественный. Жаловались и жители дома номер 114 по улице Дыбенко. Только уже на уборку тротуаров. Одна дорожка вычищена полностью, а вот к остальным у главы города остались вопросы. Елена Лапушкина поручила исправить недочеты к выходным. Мне нужно, чтобы были чистые тротуары и возможность проезда. Все, чтобы люди не жаловались. А вот на территории бывшего незаконного рынка, на пересечении Авроры и Аэродромной, у горожан больше жалоб нет. Летом здесь делают уютный сквер с дорожками, газонами и фонтаном. Посадят здесь и хвойные деревья. Елку надо ставить. Красивая, живая, встанет, прям она будет. И подсадка будет хвойников, бутарников. Благоустроят территорию и еще одного снесенного рынка. На пересечении улиц 22-го портсъезда и физкультурный. Под тротуаром проходят коммуникации, поэтому здесь только отремонтируют пешеходные дорожки и постелют газон. А также покрасят забор Кировского депо ТТУ, что находится по соседству. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Пожар в историческом центре города. В Самаре горел деревянный двухэтажный дом на Самарской 109. По информации источников Самары ГИС, пожар произошел около трех часов дня. На втором этаже горела комната. Площадь возгорания около 15 квадратных метров. На место пожара прибыло три машины. Пострадавших нет. Дом расселен несколько лет назад. Местные жители говорят, это не первый такой случай за прошедший год. Я почувствовала запах и вышла. Вот, вон у меня дверь. Я вышла, а тут уже пожарники все трусят. Огнят не видно было, но дым все. Давно уже, года два или три заброшено. Мы с 2014 года здесь живем. Уже 3-4 пожара перенесли. За всеми не уследишь, конечно. Заходят же всякие во двор. Мы тем более в глубине два раз живем. Сто случаев ежегодно. Выявляемость онкологических заболеваний у детей в регионе растет. Чаще всего ставят диагноз лейкоз или саркому. Также выявляются опухоли центральной нервной системы. У детей чаще всего страдают мышечные и костные ткани. Онкологи говорят, зарождаться эти заболевания зачастую начинают еще, когда ребенок находится в утробе матери. Иммунная система организма дает сбои в процессе развития. И защитных сил не хватает, чтобы сдержать рост плохих клеток. Увидеть признаки заболевания на ранних стадиях родителям бывает сложно. Поэтому часто к медикам обращаются, когда заболевание переходит уже в третью стадию. Специалисты советуют не пренебрегать медосмотрами, а также ежегодно сдавать анализы. Шансы на выздоровление у маленьких пациентов высоки. Если в 90-х смертность составляла 90%, то сейчас справиться с недугом могут 80% пациентов. Сейчас почти вот так на круг, но не 90, но где-то 80. Там же точно выживает. И как бы за вот прошло большому счету 30 лет, 40. А прорыв огромный в плане лечения этих опухолей. И причем как бы все те же самые в основном препараты, которые использовались, но созданы такие режимы их введения. И вот это все как бы продуманные протоколы. То есть в настоящее время позволяет полиэкозам. Сейчас протокол, который у нас в России в основном используется. На нем выживаемость вот в последнее время составила 86%. Без очередей всего за час цифровые сервисы помогают самарским водителям быстрее получать права и регистрировать свои авто. О том, как работает эта система и с какими нововведениями в этом году столкнутся водители, нашему корреспонденту рассказали в городском регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД России. Мария Сидорова впервые получает водительские права. Говорит, больше всего переживала на экзамене, на испытании Горка, но все же справилась. И рада, что документы удалось оформить всего за пару дней. Нужно было просто подать заявление на сайте госуслуг и прийти в регистрационное отделение. Вообще сложности не было. Подала заявление через госуслуги, пришла к своему времени, вызвали, все, подала документы и пошла фотографироваться. Для сотрудников РЭО это тоже особый день. 46 лет назад в МВД были созданы специальные отделы, которые теперь занимаются регистрацией авто и экзаменовкой водителей. Намного проще стало для граждан получить водительское удостоверение. Почему? Потому что есть возможность предварительно записаться, выбрать удобный день и время для посещения РЭО. И, соответственно, минимальные сроки получить готовое водительское удостоверение. Сейчас в городском регистрационно-экзаменационном отделе работают 83 человека. В среднем за день они принимают около 700 человек. Но очередей в отделении нет, во многом благодаря сервису госуслуг. Государственная услуга у нас оказывается не более часа. То есть, в принципе, этот норматив удерживается. Это также подтверждается статистикой удовлетворенности граждан. То есть, она у нас порядка 95-97%. Из важных изменений в процедуре регистрации с 1 января зарегистрировать свои авто смогут только те, кому уже исполнилось 16 лет. А регион на автономерах теперь указывается не по месту регистрации машины, а по месту регистрации водителя. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Разведчиков миротворческой бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области, впервые оснастили парашютами. С этого года в их учебную программу включена новая дисциплина – воздушно-десантная подготовка. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. На вооружение поступили парашютные системы Д-10, предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км в час. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 кг. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование. На Самарском жиркомбинате остановили производство. По официальной информации от собственника предприятия, на заводе проводят реконфигурацию. Так называются меры по повышению производительности труда и сохранению конкурентной способности. В связи с этим на биржу труда обратились 60 сотрудников предприятия. На комбинате сейчас рассматривается вопрос о возможности перевода работников на свободные рабочие места и вакантные должности других производственных площадок холдинга. Членам Самарского наркокартеля смягчили приговор. Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный участником банды, торговавшим героином. Речь идет об ОПГ братьев Безгиновых. По версии следствия оно работало в 2013-2015 годах. За это время преступники продали как минимум 700 кг героина и успешно легализовали 278 млн. рублей. В декабре 2017 года 9 человек, которых силовики посчитали причастными к торговле наркотиками, были признаны виновными. В общей сложности их приговорили к 125 годам лишения свободы. Один из осужденных обратился в шестой кассационный суд с жалобой. По его мнению, 16 лет лишения свободы для него слишком много. Несмотря на то, что жалобу подавал один, дело пересмотрели для всех. В итоге троим осужденным сократили сроки пребывания за решеткой на полгода. Самарская область стала одним из лидеров по количеству заявок, поданных на шестой всероссийский конкурс журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость». Самыми активными акулами пера в этом году оказались журналисты Свердловской области. Они заявили на конкурс 127 работ. Вторую строчку с отметкой 79 материалов поделили Самарские и Пензенские регионы. Замыкая тройку лидеров в Краснодарский край – 74 работы. Всего на конкурс в этом году было подано рекордное количество заявок – 6237. Медиафорум, на котором подведут итоги конкурса, пройдет летом, а пока конкурсанты из Приложского федерального округа собираются в Казань, где 18 февраля пройдет первый пресс-конгресс для участников журналистского соревнования. Самарский университет переходит на электронные зачетные книжки. Электронные зачетки уже доступны студентам в их личных кабинетах. Полный отказ от традиционных зачетных книжек будет постепенным. Первыми пользователями новой системы аттестации стали обучающиеся Института двигателей и энергетических установок, Института экономики и управления и юридического факультета. До сентября к ним присоединятся остальные студенты. Если студент соберется перейти в другой вуз, он может получить печатную выписку электронной зачетки. А система защиты электронной зачетки, как в банке, предполагает создание многочисленных копий и максимум, что случится. Если базы слетят, будет потеряна информация только за один день. Пока на свете Пушкин длится. Поэтический спектакль под таким названием представила на сцене Самарской филармонии Светлана Крючкова. Это строчка из стихотворения Давида Самойлова, произведение которого читала народная артистка РСФСР. А перед этим Светлана Крючкова вместе с младшим сыном Александром побывала в музее Эльдара Рязанова. Впечатлениями Светлана Николаевна поделилась с журналистами. Алекс Зверев продолжит. В его сердце находилось место для каждого, и это делало его личностью космического масштаба. Слова про Эльдара Рязанова под Светланы Крючковой. Народная артистка страны давно хотела посетить Самарский музей кинорежиссера. И вот в этой творческой поездке мечта осуществилась. Светлана Николаевна ознакомилась с экспозицией, побывала в комнате, где подросток Эльдар жил в эвакуации в годы войны. Здесь воссоздана атмосфера разных эпох, в которой сочетаются суровые военные будни и легкость рязановских фильмов. Если мы приоткроем с вами дверь и позвоним, то в эту дверь звоним к дату Рязанову в 95-м году. Здравствуйте, Люба. Я вернулся. Это голоса героев его фильмов. Мебель в комнате Эльдара и его мамы, предметы, которыми они пользовались, все это сочетается с памятной коллекцией, посвященной его творчеству. Стихи, которые читает Рязанов поэт, словно он позвонил лично каждому посетителю музея. Знакомый голос в трубке. Словно вернулись те годы, когда еще не было гаджетов. Зато звонили друг другу чаще, просто ради того, чтобы обсудить творческие работы или поддержать в трудную минуту. В 12 часов ночи раздается звонок, и я уже заведенная, чей-то голос. Света. Я говорю, ну если вам 90 лет, то я для вас. Света. Пауза такая. Мне 85 вообще-то. Я говорю, Эльдар, Саша, извините. Такой был ночной звонок. Все это остановилось в один момент, когда Эльдар Рязанов ушел из жизни. Общение с ним всегда настраивало на волну легкости и оптимизма. И этот вечер навсегда останется трагичным в памяти его друзей. И я помню как раз день его смерти. Я читала Мандельштама в тот день в Эльдаре. Мы ехали, подъезжали уже к киноцентру, и вдруг звонит мне Эмочка Рязанова и говорит, Святуля, ты прости, пожалуйста, нас сегодня не будет. Нас уже подключили к искусственной вентиляции легких. Десять вечера я заканчивала вечер такими словами. Неужели я настоящий? И действительно смерть придет. Последние слова этого вечера. Через три часа позвонил мой коллега, мой партнер по театру Володя Кашевой и сказал, Света Ильдара Александровича больше нет. В те годы Ильдар Рязанов часто посещал филармонию. Вот и сегодняшний поэтический вечер словно продолжение экскурсии в прошлое. Светлана Крючкова читает стихи на сцене уже более 50 лет. Среди ее наград есть одна, которая вызывает особое чувство гордости. Это медаль имени Пушкина за развитие и сохранение русской словесности, за большую просветительскую работу. Сегодня в программе произведение Давида Самойлова, поэт-фронтовик, стихи которого отличаются легкостью, простотой и тонкой иронией. Младший сын Светланы Александр ответственный за музыкальное сопровождение. В творчество Самойлова невозможно не влюбиться, и это чувство актриса хотела передать всем зрителям. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, от того их у нас не бывает. Каждое стихотворение, как маленький спектакль. По словам Светланы Крючковой, программа «Творческого вечера» эксклюзивна. Ранее стихи Давида Самойлова на сцене не звучали. И самарские зрители стали одними из первых, кому довелось их услышать в ее исполнении. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин, События. Лучшего начинающего парикмахера определили в Самаре на региональном этапе молодежных дельфийских игр России. Два варианта женских причесок и девять претендентов на победу. Сергей Кизоркин увидел виртуозную работу юных мастеров. Третья курсница колледжа сервиса и дизайна Ирина Митиркина без пяти минут – мастер-парикмахер. Осталось получить красный диплом и выиграть дельфийские игры. На конкурсе профессионального мастерства выступает впервые. Девушка уверена в победе. Я стараюсь тренироваться на людях, но если человек не смог или еще что-то, мы берем болванки, головы с настоящими волосами и на них тренируемся. С детства мечтала вообще быть парикмахером. Не знаю, очень нравится работать с волосами, придумывать какие-то образы людям и радовать человека. То есть, когда я сделал ему прическу или окрашивание, у него сразу улыбка на лице. И от этого я тоже заряжаюсь. У некоторых конкурсантов дельфийских игр за плечами участие в WorldSkills. Это еще один конкурс профессионального мастерства. Поэтому конкуренция на городском этапе у начинающих парикмахеров жесткая. На прическу ожившая фотография – это стиль 40-х годов 20-го века – дается 40 минут. На свадебную шляпку, современную праздничную укладку – один час. Некоторые эксперты – вчерашние победители дельфийских игр. Да, конечно, все зависит от практики и от того, насколько мастер грамотно и четко отрабатывал перед подготовкой. То есть, чем больше он работал над этим, тем чище и лучше прическа получается. С моделями парикмахеры работают еще за несколько часов до начала конкурса. Укладывают волосы, плетут косы. Это секрет быстрой работы во время выполнения задания. У волос, как и у мышц, есть память. Перед выходом на старт модели расплетают. Эксперты уверены, чем больше будет проходить в Самаре подобных конкурсов, тем выше будет уровень мастерства парикмахеров в салонах красоты. Данная отрасль развита достаточно широко. Есть очень крупные салоны, которые делают профессиональные, очень крутые прически, очень красивый макияж. Также проходят всевозможные конкурсы и участвуют на международном уровне. За право считаться лучшим парикмахером Самары среди начинающих на Дельфийских играх сражались 9 конкурсантов. Но жюри уверена, все, кто сейчас в этом зале делает прическу, уже сегодня могут работать в любом престижном салоне красоты. Без работы у нас не остался ни один выпускник. Как правило, даже на выпускных экзаменах, на защите диплома, у нас работодатели даже переманивают друг у друга этих студентов. Победитель городских соревнований профессионального мастерства Дельфийских игр поедет защищать честь не только Самары, но и всего региона на всероссийский финал. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Спорт и кино. В центре внимания жителей области чемпионат мира по биатлону, который сейчас стартовал в Италии. Именно запрос о нем был одним из наиболее частых в поисковике Яндекс за прошедший день. В чемпионате примут участие и российские спортсмены. Также самарчане интересовались футбольным матчем между итальянскими командами «Интер» и «Наполи». Единственный гол встречи забил полузащитник «Наполи» Фабиан Рус. Также самарцы за прошедшую неделю чаще всего искали в Яндексе информацию о фильме «Хищной птицы» истории подружки Джокера Харли Квинн. Волейбольная новая из Новокубышевска продолжает сражаться за место в плей-офф в Суперлиге. Пока это у нее получается хорошо. В трех последних матчах две победы. В одном поражении разбирался Сергей Кизоркин. Ново, окрыленная двумя победами в предыдущих матчах, вышло побеждать Енисей из Красноярска. Однако и соперник, середнячок турнирной таблицы Суперлиги, сдаваться без боя не собирался. Матч начался легкой разведкой боя, в котором лидер так и не определился. К середине сета Ново проигрывала 12-13. Но потом посыпались ошибки, и Енисей оторвался на пять очков. Затем Ново догоняет соперника 21-21, и даже вышло вперед 22-21. Но завершить начатое Волжанам не удалось, и они досадно проиграли первый сет 25-23. По схожему сценарию прошел и второй сет. Равная игра в начале 11-11. К экватору партии Енисей, демонстрирующей более стабильную игру, выходит вперед 19-15. Ново организовала погоню, но проиграла 25-20. По счету в принципе боролись, но не хватило, скажем так, ни физических, ни эмоциональных сил. Это было видно, что эмоций не хватает, и какие-то усталости все-таки сказываются. И сказалось в концовках каждой партии, свои невынужденные ошибки, можно сказать детские, стоили нам, скажем так, очков. Тяжелая игра, как бы очень нужны очки и другой команде, и нашей команде. Поэтому опять скованность какая-то присутствовала, но скорее всего из этого оказалось. По партиям счет тяжелый, но в решающие моменты мы лучше подали. Мы меньше ошиблись, больше выиграли и сильнее усложнили подачу. И также выиграли прием у команды. Даже основные два показателя, прием-подача, мы полностью переиграли. С первых минут третьей партии Новый берет нить игры в свои руки, 5-1. И дальше волжане не успокоились и продолжили набирать очки, 17-13. Но затем наступила серия необязательных ошибок, и Енисей вернулся в игру, 21-21. Концовка встречи и вовсе прошла под диктовку гостей. Победа Енисея 26-24 и 3-0 по партиям. Сложно. Я уверен, на ошибок в районе 20-ти. При трех партиях сложно бороться с любой командой. Не только с Красноярска. Новый продолжает замыкать турнирную таблицу Суперлиги на 14-м месте. Лидер по-прежнему новосибирский локомотив. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Администрация Самары приглашает жителей города принять участие в конкурсе «Самарская маслёна. Гость и дорогая». Участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие группы. Ростовые куклы должны быть не ниже 50 сантиметров. Лучшие маслёны украсит площадь Куйбышева 1 марта во время празднования широкой масленицы. Победители ждут ценные призы. Подробности читайте на сайте администрации города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...